Под вечер солнце вылезло после дождя, а муж уже парники закрыл, говорю, давай, говорю, открой, он говорит, не надо, пусть на ночь нагреваются, и ушел спать. А мне надо было посадить помидоры, и далее, это я их сама посадила, привяли как тряпки, а потому что солнце вышло, я их, конечно, полила, подвязала, но они привяли еще из-за того, было где два, где три, мне пришлось их раздернуть и воткнуть. Посмотрим, что будет завтра. У нас желтеет очень сильно чеснок, два раза его уже подкормили мочевиной, еще там чем-то, ну, в общем, кормили мы его хорошо. Но он все равно почему-то желтеет, и желтеет обыкновенный наш чеснок, который у нас из года в год. Ну, и частично вот этот тоже. Только я не знаю, вот дотуда, что ли, у нас Любаша посажена, или весь Любаша, муж чесноком занимается. Я смотрю, и детка тоже желтая он. Ну, Любаша более-менее не такой желтый, а вот дальше я не знаю, какой, может быть, и наш, а может быть, и не наш, надо мужа спрашивать. Ну, чеснок он сам, хозяин чеснока, хозяин парников, а я остатки высажу, вот в таком виде. Я даже подвязать толком их не могла, у них даже стебли мягкие сделались. Ну, вот, смотрите, морковь-то сходит ведь, да часто как, где-то часто, где-то еще и не вылезла. Хочу еще купить пару пакетов, может, где-то досеять придется. А может быть, и вылезет. Посмотрим, что будет завтра. Муж завтра как увидит несчастные помидоры. Бросится, небось, их там перевязывать, поливать. Мы же однажды сломали помидор, хороший сорт. Муж сломал. Прямо корни отломились. Ну и что, сорт хороший, я говорю, что делать. Он взял, зачистил листья, тыкнул в землю. Я говорю, надень на него банку. Ничего не надел, полил. Он был еще хуже, чем вот эти помидоры. Несколько дней. Я не заходила, чтобы не расстраиваться. А потом зашла поглядеть, думаю, чего. А вон, как будто его и не ломали. Такой был хороший. И на нем хорошие были помидоры. Из Болгарии сорт был. Это вот огурцы у нас здесь. Загибались две дыни. Вот эта загибалась. И вон та загибалась. Хотели поменять. Ой, как жарко здесь. Хотели поменять. Муж говорит. Подсей. Ну вот я подсеяла там три стаканчика. А ведь эти-то вроде бы и не пропали. И оплемались. Перец бутона набирает. Много дней пришлось ему мучиться. Морозных грели. Вот до сих пор провода натянуты. Надо. Завтра муж, наверное, соберет. Удлинители. Пока пишут, что не будет мороз. А потом посмотрим, что дальше будет. Если что, опять растянем. Морозные грехи. Морозные грехи. Вообще, конечно, для уличных помидор еще холодно. Хотя температура уже 20 за 20. Ну, сегодня вот прошел дождь. Вы знаете, какой он холодный? Он ледяной. Так, что ж это отец мою ромашку-то задавил? Вот. И остались у меня высадить. Я даже не знаю, куда их дело. Так, ребята, куда я... А, вон я. Бархатцы осталось только высадить. Они у меня в коробочке вот лежат. Политы дождиком. Ой. Пока не придумала, куда. У меня есть земля. Есть... От деревьев, от розы. Горшки магазинные. Может, мне их посадить в горшки? Вархатцы. Или много частей им будет. Где-нибудь прикопаю. Но пока еще сегодня не придумала. Тем более, сегодня ванный день был. И некогда было придумывать. У нас очень много развелось. Пролески и мускари. И я их могу выкопать. И вот посадила я фиолетовый базилик на место выкопанных мускарики. Кому поддать бы луковицы, я их выбросила. Потому что надо убавлять. Убавлять. И ничего страшного, что их... Их меньше никак не будет. Их из земли не выберешь. Просто я беру лопату. Выкопываю. Кучку. Отрываю луковицы. Выбрасываю. И посадила базилик. Он уже старый. Он из-за шана у нас в горшке. Вот. Вот эту кучку тоже можно выкопать, посадить. Но мне больше пока... Ну, может, бархатиться я здесь посажу. А кабачки, конечно, выглядят кошмар и ужас, что мы посадили в апреле. А вот те тыквы с кабачками, я их, конечно, как всегда перепутала, посадили сегодня. Вот они пока выглядят более-менее. Посмотрим, что будет дальше. Не любую я чикаться с растениями, с бубнами плясать. Вот видите, в этом году хочу вот такие. Они зацветают позже. Пёстрый лепестность. Если будет, прямо выковыриваю с луковицей и на удаление. Они всегда зацветают позже. Я ещё сейчас не могу их выковырнуть, потому что бывает, что позднее. Вот жёлтые они позже зацветают. Вдруг какой будет. Вот ещё кучка. Видите, не цветёт. Если все уже цветут, а этот вот не цветёт. Посмотрю на него. Пестрый лепестной. Выкапываю. И на выброс муж говорит, хрен ты их достанешь. Они, видно, заглубились. Я говорю, достану. Вот ещё кучка. Вон ещё кучка. Видите, они цветут. Вот ещё не цветут. Есть у меня поздние, которые малиновые. Вот я их оставлю. Вон ещё кучка. В прошлом году было много пёстрых лепестных, но я их не удаляла. Я из них рвала букеты. И что интересно, они очень долго стоят. Если эти красные быстро отваливаются, лепесточки, то больные, вирусные, стоят будь здорово сколько. Вот отсюда я удаляла вирусные. Пока я здесь не вижу ещё, чтобы были. Вот если только вот эти, не знаю, вот не распустились. А это бокаловидные, они, видите, закрылись на ночь. Продолжение следует... Продолжение следует...